Гипермаркет Планета Одежда и Обуви. Есть летняя коллекция и есть супер скидка 50% на определенный товар. Гипермаркет Планета Одежда и Обуви. Дорогая, нам на Дом Клик одобрили ипотеку. Давай квартиру выбирать. Прикольно. На однюшку точно хватит. Нет, я хочу, чтобы двушка, но по цене однюшки. Да где же мы такую найдем? Как где? В Тантале, конечно. Евро-двушки по цене однюшки. Тантал 712-38. Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. С вами Дарья Юринская, наш генеральный партнер магазина Планета Одежда и Обуви, спонсор выпуска «Застройщик Тантал». И вначале коротко о главном. Прошли комиссию, готовятся служить. Кадровый проект «За Байкальский призыв» избрал потенциальных сотрудников Министерства сельского хозяйства края. Отправилась в рейс спустя 10 лет. Обещанная тактида у онкодиспансера на самом деле теперь доезжает до лечебного учреждения. На чиновников можно будет пожаловаться в специальном мобильном приложении. Александр Осипов признался, что давно об этом мечтал. Итак, начнем с главной темы. Кадровый проект «За Байкальский призыв» избрал потенциальных сотрудников Министерства сельского хозяйства региона. Из нескольких тысяч желающих попали в финал только 50. Кто это, расскажет Виктор Соловьев. 10 декабря 2018 года по инициативе Александра Осипова был запущен проект, привлекающий в управление регионом профессиональные кадры. Лишь 50 попали в финал. А 9 февраля были сформированы 5 команд по 10 человек в каждой. И здесь начались настоящие испытания. У них была задача по запросу губернатора, под его определенные требования, подготовиться к сегодняшнему выступлению и представить командные проекты. Команды по очереди перед экспертным сообществом, который будет возглавлять экспертное сообщество руководителей региона, Осипов Александр Михайлович, будут представлять свои разработки, которые они вчера подготовили, будут отвечать на вопросы экспертов. Это хороший фактор. То есть, когда люди собрались в команду, и у них такая должна будет проявиться самоорганизация, которая тоже является признаком определенного уровня развития, саморазвития, компетенции. За пару дней финалисты должны были показать командную сплоченность, в кратчайшие сроки подготовить презентацию своего проекта, направленного на улучшение сферы сельского хозяйства в Забайкальском крае. Кстати, встать у руля захотели не только агрономы, но и железнодорожники. Для меня это испытание, потому что я абсолютно не из этой отрасли, я железнодорожник. Здесь для меня вызов посмотреть, а могу ли я в другой сфере проявить каким-то образом себя. Все абсолютно разные люди из разных сфер. Самое интересное, что люди из разных сфер, но каким-то непосредственным образом. Кто-то в прошлом имел связь именно с сельским хозяйством, поэтому у нас, можно сказать, были такие тайные агенты из прошлого, которые не знали о том, что им пригодится в будущем. О том, кто входит в команду, знакомство произошло уже здесь. Здесь заранее мы не знали. Оказалось, что в команде все совершенно знакомые люди, с которыми я встретилась впервые. Я думаю, наверное, здесь есть такая задумка организаторов поставить нас в какие-то критические условия, авральные условия, когда ты должен быстро, срочно принимать решения. Экспертная комиссия, собранная из профессионалов своего дела, оценивала работу участников и задавала дополнительные вопросы, связанные с улучшением и развитием сельского хозяйства в Забайкалье. В такой сложной и необычной обстановке финалистам нужно было четко и ясно дополнять свои проекты. Для меня, как для руководителя органа исполнительной власти, этот проект дает преимущество выявлении кадрового потенциала и в том числе возможности меня, как наблюдателя, видеть со стороны, кто где есть и с кем можно общаться и в дальнейшем, может быть, даже работать. Уже на первом этапе практической работы команда «Зеленых» показала наивысший результат. Профессионализм, настрой на победу и уверенность в своих навыках помогли достичь лидерства. В этом конкурсе я принял участие, потому что считаю, что это очень важно для Забайкальского края. Люди в командах абсолютно не были знакомы, состав команды абсолютно разный, то есть люди с разных структур, разного возраста, разного уровня компетенции и знаний. Но несмотря на это, я считаю, что именно наша команда, она сплотилась в ходе вчерашних испытаний. Мы это доказали и на презентации вчера, и докажем это сегодня. После долгой и сложной борьбы по решению экспертов была выбрана команда «Зеленых». Именно эти кадры и удостоились быть лучшими среди остальных. Победителям вручили кубок, а каждому ее члену – диплом. Участников остальных команд наградили сертификатами. Глава Забайкаля Александр Осипов отметил, все без исключения участники очного этапа Забайкальского призыва будут включены в кадровый резерв. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. И в продолжение темы сегодня в чете озвучили окончательные итоги проекта «Забайкальский призыв». Как оказалось, никто из его участников не останется за бортом. Подробности далее. Среди победителей оказались и представители органов власти. Всех журналистов волновал вопрос, каким образом сразу четыре участника с огромным опытом работы именно в Минсельхозе оказались в команде. Будет ли сделан особый акцент именно на них? Напомним, из 1100 претендентов были отобраны 50 финалистов. Не надо на этом прямо так заострять внимание, что они победили с ними, мы только дальше с ними работаем. Мы увидели таких ярких звездочек с высоким потенциалом во всех остальных командах, они тоже будут задействованы. Их никто на данном этапе не выбрасывает за борт. То есть с ними дальше, наравне с представителями команды победителей, мы будем дальше работать. Также прозвучал вопрос о временных рамках, сколько месяцев или лет можно просидеть в так называемом резерве. Оказалось, ждать можно сколько угодно. Сильные управленцы нам нужны, как я говорил, в разных областях, в разных отраслях. Мы только начинаем эту работу. Мы бы хотели, чтобы такое словосочетание, как кадровый резерв, тем более сильный кадровый резерв, существовал у нас всегда. В принципе, вне зависимости от того, сколько лет пройдет, год, два, три, четыре. Что такое резерв? Это безопасность компаний, это безопасность органов государственной власти с точки зрения дефицита кадров в нужный момент. Также возник вопрос о нынешней работоспособности Министерства сельского хозяйства. Почему именно в эту сферу региона начался отбор? Неужели все так плохо? Это не самое слабое министерство. Просто на данный момент там не сформирован менеджмент в этом министерстве. Так сложились обстоятельства, все, наверное, знают. Поэтому приняли решение начинать с Министерства сельского хозяйства. Потому что скоро посевная. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ перейдут на цифровое вещание федеральных телеканалов. Региональная ТВ пока продолжит работу в аналоговом формате. 15 апреля от аналога отключат еще 20 субъектов России, а 3 июня всех остальных, включая Забайкальский край. С апреля планируется запуск сервиса по снятию наличных с пластиковых карт в кассах магазинов. Соответствующее письмо было направлено в российские банки с предписанием обеспечить техническую поддержку. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает 100 долларов. Для оказания услуги снятия наличных на кассе в России магазины должны получить статус банковского платежного агента. 51% опрошенных россиян заявили, больные онкологии не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Негативная оценка аргументируется тем, что цены на лечение слишком высокие. Также россияне отмечают отсутствие квалифицированных врачей и недостаточное оснащение больниц. Краевический диктант во второй раз напишут «Забайкальцы». Он пройдет среди трех возрастных групп, учащихся третьих, пятых, шестых, восьмых, девятых, одиннадцатых классов, а также студенты. Содержание заданий предусматривает знания в области истории, географии, биологии, литературы, искусства родного края. Напомню, что в прошлом году в краевическом диктанте приняли участие более 50 тысяч человек. Пациенты краевого онкологического диспансера ждали запуска маршрутки до лечебного учреждения долгие 10 лет. Некоторые так и не дождались. Стало известно, что наконец долгожданный автобус все-таки запущен. И мы убедились, что он доезжает до лечебного учреждения. Недавно на сайте городской администрации появилась информация о том, что автобусы 42 маршрута теперь осуществляют перевозки через онкологический диспансер. Правда ли это? Давайте проверим. Спустя 10 минут ожидания на горизонте появилась она, 42 маршрутка, которую пациенты онкодиспансера ждали более 10 лет. Почти три года депутаты городской думы спорили, анализировали, измеряли, изучали и подписывали. Такой глобальной оказалась проблема. И вот, наконец, этот день настал. Теперь автобусы 42 маршрута едут почти до ворот онкологического и, немного не доезжая, поворачивают на улицу Нечаева, затем на Бутино, далее по старой схеме. Вы сейчас на такси приехали. А вы знаете, что маршрут запустили. Да, и очень рада. Просто мне очень неудобно было на 42. Нужно было выбираться с двумя пересадками. А так я очень рада. Самое главное, рада за больных, которые сюда обращаются. Потому что вот я маму вожу год и восемь месяцев. Это очень сложно человеку с новобульварной подняться сюда, особенно больному. Вообще маршрут удобный. Для меня, по крайней мере, для неместной очень удобный маршрут. Я из другого города приехала сюда на консультацию. Я знаю, что вы снимаете, что 42 номер не ходит. Ходит уже. Ходит. Где останавливается? Я рада. Это было очень неудобно. Спасибо. Вот так, ТВ. Правда, теперь появилась другая проблема. Пациенты не знают, где ждать маршрутку. У ворот больницы или на Нечаева. К слову, тут действительно не угадаешь. Оказалось, водители едут и так, и так. За те 40 минут, что мы простояли возле больницы, две маршрутки проехали прямо у ворот диспансера, пять завернули на Нечаева. Мы решили не гадать и разузнать все у самих водителей. Почему не доезжают? Там график маршрут по улице Нечаева. Все согласно графику. Через Нечаева, да? Да, да, да. А много вообще пассажиров онкологического? Это в основном приезжают с области, с вокзала в основном. Что водители говорят? Ну, водители у нас здесь конкуренция. Как бы 61-го, он тоже на вокзал идет. Чуть-чуть теряем пассажиров. Вот с утра сколько пассажиров уже до онкологического? Я одного все вернусь. Одного до одного, да. Ну, мы-то не знаем ничего. Схема есть маршрут, они смотрят, удивляются. Куда поехали, зачем поехали. Ну, со временем узнают, наверное. Проблема еще и в том, рассказал Сергей, что пока нет оборудованной остановки, где пассажиры могли бы ждать транспорт. Возможно, со временем появится и она. Главное, начало положено. Гулял Хасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ. Это новости на ЗАПТ-ТВ и мы продолжаем. Министр территориального развития региона Виктор Пазников озвучил сумму, которую получит каждый город и поселение по программе благоустройства городской среды. Оказалось, что Могоча исключена из этого списка. Почему, знает Иван Тимофеев. Субсидии на благоустройство городских территорий получат не все муниципалитеты края. Об этом сообщил министр территориального развития Забайкальского края Виктор Пазников. Причина проста. Под обязательные критерии попадают лишь некоторые города и поселки региона. Первое – это численность населения населенного пункта. Второе – установление фиксированного объема средств для города Читы и города Краснокаменска с существенной разницей в численности населения по сравнению с остальными поселениями. Предлагаем для города Читы объем финансирования закрепить на уровне 96 миллионов рублей, Краснокаменска – 29 миллионов рублей. Дизайн проекта до 1 марта должны пройти общественные обсуждения, после чего получить положительную государственную оценку. Муниципальный контракт должен быть заключен не позднее 1 июля. Всего на благоустройство территорий будет выделено более 300 миллионов рублей. Всего в перечень попало 26 населенных пунктов. Это те населенные пункты, которые должны участвовать в обязательном порядке в соответствии с требованиями федерального законодательства. Я напомню, что это административный центр нашего ЗБКС-го края, город Чита и 8 монопоселений. Кроме этого, мы поделили членами комиссии о том, что получат средства также все города, которые расположены на территории города Читы, то есть те населенные пункты, которые имеют статус города, за исключением города Морбович. Важным критерием для получения субсидий является полное и качественное освоение выделенных средств. В прошлом году большие проблемы с этим возникли в Шилке. Мы у вас были в холодное время года, вы еще укладывали асфальт. Качество работы у вас, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вот если откровенно поговорить, посмотреть все тротуары, которые сделаны, дворовая территория, мы можем к вам, в принципе, приехать, еще раз посмотреть. Если мы сейчас начнем разговоры о качестве, нам придется оттуда почти весь список исключить из предоставления субсидий. И просьба пойти навстречу, и корректировать свою работу, и улучшать качество работы, а потом уже ставить вопросы о объемах финансирования. Иван Тимофеев, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Глава региона Александр Осипов недавно встретился с представителями молодежи Читы. Они представили в Рио губернатора свои проекты по улучшению жизни в родном регионе. Какие заинтересовали его больше всего, а какие нет, расскажет Гулял Хасова. Это уже вторая встреча Александра Осипова с активной молодежью. И если во время первой звучали лишь устные идеи по развитию края, на второй есть на что посмотреть. Ведь готовы конкретные проекты и презентации. К примеру, у Яны Быковой целый ворох предложений по оживлению шахматного парка. К Масленице активисты планируют устроить там настоящий праздник. У представительниц инициативной группы Красивая Чита, Валентина Грымченко и Юлианы Бажиной проект направлен вовсе не на увеселение, а на открытость чиновников. Мы предлагаем такую интернет-платформу, которая как-то по максимуму так замахнули, стирает границы между народом и властью. То есть народ власти, вот эта граница, которая всем не нравится, мы хотим ее стереть за счет этой платформы. Что это за проект? Это сайт и мобильное приложение, которое позволяет жителям края общаться с органами власти без бумажного логика. Все, давайте дальше не слушать, одобряем и пошли дальше. На платформе активный забайкалец. Жители края смогут подавать жалобы на органы власти и предлагать свои идеи. Также на сайте будут составляться опросы, голосования, рейтинги муниципалитетов. Самые активные будут получать бонусы, которые затем обменяют на поход в кино или театр. О такой платформе, признался Александр Осипов, мечтал с тех пор, как приехал в Забайкалье. Я тогда предлагаю в оперативном режиме связаться с нашими тоже специалистами. Дело в том, что, конечно, было бы хорошо, чтобы эта система была интегрирована или у нас сегодня органы власти таким же образом эффективно работали, как мэрия Москвы. Мы этого всего хотим, другое дело, когда этого мы достигнем. А вот проект молодого скульптора Александра Горшкова удивил многих. Юноша предложил провести фестиваль бетонных скульптур именно в Забайкале. Кому такая идея не понравится. Тем более, характеристики у бетона хорошие, а главное – антивандальные. У нас в Чите подобного ничего нету. И за границей, кстати, практики создания бетонных скульптур тоже нету. А у нас скульпторы кончились? Они не кончились. Более того, я сейчас большую часть времени работаю в Иркутской области, потому что в Чите нету предложений именно к этому поводу. Идея очень хорошая. Хорошо бы пополнить вашу команду кем-то, кто умеет искать деньги или понимает, по каким направлениям их искать. И как можно быстрее готовить этот фестиваль. Можно сделать, наверное, сначала краевой фестиваль, можно сразу начать из Дальневосточного, если будет необходимое количество времени, там 3-4 месяца. То постараться сделать его Дальневосточным, пригласить наших сибирско-дальневосточных. И пригласить всех сибиряков и дальневосточников на проведение такого фестиваля. Всего на встрече с главой края было представлено более 10 проектов. Самые значимые скоро воплотятся в жизнь. Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Он недоволен тем, что сосед якобы захватил сантиметры его участка. Конфликт дачного кооператива Никишиха получил самый неожиданный финал. ЗАП-ТВ продолжает разбираться в дачном конфликте, который разгорелся в кооперативе Никишиха. Пенсионер Борис Щербов обратился в редакцию с земельной проблемой. По словам дачника, его сосед самовольно захватил несколько метров, отделив их маленьким железным ограждением. Провели вот линию по моему участку. А граница вот здесь, 20 метров. Они 3,5 метра прихватили, чтобы показать, что их дом стоит верно. Вот с этой целью, значит. В 2007 году он строит этот бетонный забор. Тут мы с ним не сильно ругались, но я пытался обращаться, тянут волокиту, и он построил. 50 метров построил. А вот когда он его начал строить, вы уже понимали, что он на вашу территорию заходит? Или потом только поняли, что это было? А потом я понял-то, когда вот сюда вон, в середину дома-то упирался. Пенсионер утверждает, документы, которые передала его бывшая соседка при продаже участка, оказались незаконными. Ведь по его бумагам границы одни, по соседским другие. Только вот на деле оказалось, что у Бориса Михайловича этих самых границ и вовсе нет, ведь межевание участка он не проводил. В первую очередь необходимо отметить, что земельный участок в садовом товариществе Никишиха, который принадлежит гражданину Щербо, имеет статус ранее учтенного и не имеет точных границ, то есть, попросту говоря, не имеет межевания и межевого плана. Отсюда, собственно, и возникли все проблемы, которые на данный момент по этому участку имеются. Споры с соседями и административные штрафы, которые на него наложили решением суда. На данном земельном участке неоднократно проводились проверки по соблюдению земельного законодательства с применением специальной спутниковой системы, которая выявила нарушение, выразившееся в том, что Борис Щербо самовольно захватил часть соседнего земельного участка и использует его. Имеется фактическое смещение на 500 метров. Участок находится абсолютно в другом месте. За захват земли Бориса Щербо уже штрафовали. На сегодняшний день он должен 30 тысяч рублей. Он в своих комментариях в средствах массовой информации опирается на некую инструкцию по землеустройству 1954 года. Но с тех пор земельное законодательство очень серьезно изменилось. К собственникам предъявляются совершенно новые требования. Юлия Сиденникова, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Создание красивых аттракционов и игровых площадок вместо огромного пустыря. Житель КСК предлагает изменить судьбу родного поселка и сделать его гораздо комфортнее для взрослых и детей. Печально сидеть у окна и десятилетиями наблюдать за тем, как на большом пустыре появляются магазины и автозаправочные станции. Олег Усольцев уже устал от бездействия чиновников и теперь хочет, чтобы благодаря ему общественность обратила внимание на долголетнюю проблему. Можно разместить парк, сделать какие-то карусели, аттракционы для ребятишек. Да, тем же взрослым пенсионерам выйти, погулять, посидеть на лавочках, пообщаться. КСК же сейчас как спальный район считается. Народу здесь много живет, ребятишек много. И с того же агрессором могут приехать сюда, в общем-то, отдохнуть. Идей в голове у Олега много, но своими силами застроить такую большую территорию не под силу. Вот у меня внуки приезжают, их не вывезти никуда, едешь в город. Ладно, у меня своя машина. Я могу свозить, поздно привезти их. А у кого нет своей машины, трудно уехать туда, на ту же площадь съездить, в тот же парк сходить. У нас вот поляна есть, магазины строят, супермаркеты, все это дело делают, а для людей как-то об этом забывают. Еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов по КСК ходила молва, что на этом поле вырастет красивый и большой парк. Прошло уже почти 20 лет, но, как мы видим, здесь появился только торговый центр и автозаправочная станция. А людям все так же приходится гулять по вытоптанным тропинкам на заросшем поле. Виктор Соловьев, Анатолий Мешаков, ЗАП-ТВ. На автодорогах федерального значения в круглосуточном режиме сегодня работают 15 спецмашин. И действительно, в такие трескучие морозы автомобиль может заглохнуть в самый неожиданный момент. Но вас есть кому спасти и не только согреть дымящимся чаем, но и доставить в ближайшее кафе на обед. С таким настоящим зимним суровым комплектом, я думаю, ни один водитель не замерзнет. Здесь у нас и валенки, и даже горячий чаек. На автодорогах федерального значения Чита-Забайкальск, Амур-Чита-Хабаровск и Байкал-Иркутск-Чита работают патрули, которые постоянно осматривают свои участки, каждый из которых протяженностью около ста километров. За последние несколько дней произошло только одно опрокидывание большегрузного транспорта. С помощью крана машину удалось достать из кювета. Водителя напоили чаем, а в это время специалисты осмотрели его машину, после чего он продолжил свой путь. Патрули дорожные службы перейдены на особый режим, на предлосуточное дежурство организованное. В случае аварийных ситуаций в автомобилях находится теплое одеяло, теплая обувь, горячий чай. С кафе заключены предварительные соглашения. Также в случае каких-то ситуаций при дорожных кафе можно расположиться. Упор-Дор-Забайкаль перешел на усиленный режим работы с 31 января. Но сотрудники все же призывают водителей не рисковать своим здоровьем, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости. В дорогу обязательно брать теплые вещи, буксировочный трос, компрессор для подкачки колес, провода для запуска двигателя и топлива. Илья Сидельникова, Анатолий Мишаков, ЗАП-ТВ. И в завершении выпуска новости спорта. Биатлонно-лыжный комплекс построят на Высокогорье к 2021 году. Сейчас работы уже ведутся. Проводится процедура перевода земельного участка в районе комплекса Высокогорье в категорию эксплуатационного назначения. Планируется, что комплекс сможет обеспечивать круглогодичную подготовку спортсменов различной квалификации по биатлону, лыжным гонкам, зимнему двоеборью и трееборью, а также зимнему ориентированию. В том числе возможна и подготовка сборной команды России по биатлону и другим видам спорта к Олимпийским играм 2022 года. Также будут созданы современные условия для проведения региональных и межрегиональных соревнований и активного отдыха жителей и гостей города. Это все. Спасибо, что смотрите Первый Независимый. Оставайтесь с нами и выбирайте ЗАПТВ24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова